Ауду биллахи мина шейтан и рожим Бисмиллахи ррахмани ррахим Альхамду лиллахи раббил аламин Ва афдалу салати и атаму таслим Аля сайдина ва хабибина Мухаммад Салла Аллаху алейхи васалам Ва аля алихи и асхаби аджмаин Айюха المусульмун, уважаемые братья Жители этого прекрасного поселка И приезжие, если они есть Ассаляму алейкум и рахматуллахи таалла в баракату Наш Аллаху тинаву, ваш имам Меня перехвалил Поистине, конечно, наши предки Не только мои и многие В того времени, во время Когда не разрешалось просто открыто молиться Были хорошие предки Были, которые держали ислам последними зубами Говорить, что какие-то из них лучше Какие-то из них хуже и так далее Это не нам судить Я иногда, когда сам в растерянности бываю Сегодняшние, когда разные явления, случаи Когда вижу, слышу Я оборачиваюсь назад и смотрю Как поступали эти алимы Которые свои знания доказывали с ибадатом, с амалом Ваш имам тоже именно из такого, который увидел именно тех алимов Именно познал альму от таких людей, которые с нами нету Молодые, наверное, нас не поймут, немножко пожилых Но пожилые знают, о чем я говорю Какие у них ибадаты, какие амалы бывали И как они держали ислам и донесли до нас Но сегодня я к вам пришел, просто приняв приглашение Приглашение старшего брата Не для того, чтобы что-то новое сказать Я не тот, который что-то новое принес И что-то новое вам скажу Нет Просто принял приглашение Не смог отказать Каждое новое, оно прекрасно И вот так ходить, зиярот и делать джамаату Это прекрасно Ученые об этом говорят Поэтому приняв приглашение Пришел к вам, с вами Зелать джумат намаз Иншаллаху рахман Пару аятов из Курана прочту Пару хадисов тоже расскажу Иншаллаху рахман Поистине, сегодня мы находимся На грани гибели Это не я говорю Это даже светские говорят Это наши улема говорят Почему? Потому что мы Именно те люди, о которых Говорил пророк, саллиллаху алейхи вассалям Саякуну Потом будут Не наступит последний час Очень много таких хадисов Пророк, саллиллаху алейхи вассалям Приводит Описывая именно качество людей Которые будут, когда приблизится судный день Вот о нас с вами Пророк, саллиллаху алейхи вассалям Говорил Предупреждал Иногда хвалил Иногда предостерегал Чтобы мы знали Когда на нас Какая-то беда Какое-то несчастье Фитна Когда приближается Чтобы мы смотрели Изучали Хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям Их разъяснение И познавали И остерегались От такой фитны Всевышний Аллах Сказал Ауду билллахи Мина шайтан Раджим Ваттаку фитната Латус Ибанна Лазина Заляму Минкум Хаса Вааляму Анна Аллаха Шадиду Ликаб Остерегайтесь От такой смуты От такого несчастья Ученые разъясняют Который поразит Не только тех людей Которые совершали грех Которые совершали насилие По отношению к себе Поразит всех Вы знаете Что у Всевышнего Аллаха Наказание очень сильное Пророк, саллиллаху алейхи вассалям В достоверном хадисе говорит Ла тагуму саату Не наступит последний час Пока знание не исчезнет Знание исчезает Мы сегодня думаем Интернет есть Очень много знающих появилось Люди, которые Особо неведомы в этих вопросах Они думают О, сколько знаний сейчас Сколько интернета Там есть целые книги И так далее Даже библиотека не нужна Вот такое понимание Некоторых людей Но это не знание Знание было тогда И знание постепенно Постепенно Когда приблизится Исчезает И то, что есть В книгах И то, что есть Каких-то на пространствах Разных социальных сетей Если нету В сердцах людей Если это не напечатано И по этому Ильму По этому знанию Если люди Амал не делают Никакой пользы От этих книг От этих разных Сайтов Пользы нету И пророк Саллиллаху Об этом и говорил нам Разъясняет Наши мухаддисы Когда приблизится Судный день Знание исчезнет Дальше пророк Саллиллаху Говорит Землетрясение Становится Часто Как мы сегодня видим Время будет Быстро Быстро Уходить Сегодня Это мы видим Сегодня Мы не успеваем Ничего делать С утра До вечера Время проходит Как Как час Почему Потому что Имам Навави Рахима Аллах Разъясняет Говорит Потому что Баракат Баракат Этого времени Исчезла Баракат Исчезла Из этого Времени А почему Исчезла Как понять Если спросите Когда у человека Есть богатство Которое он Заработал Не по Исламу По хараму Когда заработал Имея богатство Как у этого Человека Отсутствует Баракат Точно так же Это время Когда люди Используют Не по праву Не так Как нужно Аллах Таала Снимает Баракат И время Проходит Быстро Говорит Имам Навави Между людьми Разная Смута Выявится Я часто Говорю В своих Лекциях Пророк Нас Остерегал От шаят От проклятых Отдаленных Из Людского Контингента И от Джиннов Тоже То есть Некоторым Это становится Непонятно Как Шайтан Из людей Тоже бывает Что ли Абудар Абудар Я спросил у Всевышнего Аллаха Спасения От шайтанов Из Людского Континента Из Людей Я спросил Я Расул Аллах Разве Шайтаны Людские Бывают Пророк Салли Аллах Алей Ассалям Говорит Да Они Хуже Чем Джинны И Сегодня Именно Фитна Когда Появляется Туда Вмешиваются Не только Джинны Когда Мы Какой-то Пакост Совершаем Мы Говорим Шайтан Виноват Даже Если Вы Слышали Такая Притча Есть Когда Говорит На своего Друга Какая-то Беда Постигает Мы Говорим За его Грехи Это Все А когда Говорит На тебя Постигает Мы Говорим Наверное Сглазили Поэтому Сегодня Вот это Именно Фитна Когда Появляется Мы Должны Понять Вернуться К Всевышнему Аллаху Спросить Узнающих Людей Именно Вести Себя Как Подобается Как Нужно В Ислам Только Религия Ислам Только Если Мы По Прямому Пути Будем Следовать Нас Спасет Ничто Иной Не спасет Особенно Когда Вот Сегодня К Сожалению Наши Прибрежные Города Как Каспий Махачкала И так Далее Мы Знаем Летом Сколько Сколько Приезжих Людей Бывают Здесь И Мы Должны Предостеречь Своих Молодых Мы Должны Предостеречь Себя Не Ставить Впереди Именно Рубль А Именно Ставить Впереди Ислам Религию Смотреть Какой То Бизнес Какая То Работа Когда Надвигается Сперва Если Самому Это Непонятно Спросить У ученых Разрешается Ли Это Делать Или Нет Только Тогда Решится Совершить Какую То Работу Какой То Бизнес Если Мы Закроем Свои Глаза Как Часто Я Говорю Если Мы Будем Праздничными Мусульманами Когда Нам Нужно Когда Пятничный Намаз Джума Намаз Мы Очень Кроткие Очень Приятные Мусульмане Когда Выходим Где-то Забываем Про Ислам Если Такие Мы Будем Валлахи Это Не Ислам Это Не Фаб Это Лицемерие Очень Часто Я Привожу Один Хадис Пророка Не Могу Не Привезти Здесь Я Тоже Этот Хадис Касается Нас С вами Я Кратце Этот Хадис Скажу Переводы Этого Хадиса Передается Однажды Пророк Сал Алей Сал Говорит Рассказывая Про Тех Людей Которые Являются Худшими Из Уммы Когда Приблизится Судный День Будут Такие Люди Они Являются Самыми Худшими Опиши Опиши Нам Я Расул Аллах Говорит Толбан Пророк Сал Алей Алей Сал Говорит Они Не Отличаются От Вас Ничем Они Так же Как Вы Молятся Субхан Алла Мне Удивляет Вот Этот Момент Этого Хадиса Они Также Оживляют Ночи Как Вы Субхан Алла То есть Ночью Такие Как Вы Ничем Не Отличаются Но Когда Когда Они С запретами Всевышнего Аллаха Остаются Наедине Они Нарушают Вот Сегодня Мы Должны Задуматься О себе Мы Такие Или Нет О нас Пророк Об этом Говорил Наше Верхнее Положение Верхнее Состояние То Что Люди О нас Думают И То Что Внутри Когда Мы Закрываемся Дома Или Когда Нас Не Видят Или Когда Мы Какую-то Работу Хотим Выполнить И Вокруг Смотрим Никого Нет Состояние У нас Одинаковое Вера У нас Одинаковое Не Не О нас Ли Пророк Салли Аллаху Алейху Ассалям Говорил Рассказывай Своим Асхабам Предостерегая Их Надо Задуматься Уважаемые Братья Пророк Салли Аллаху Алейху Ассалям Говорит Когда Приблизится Судный День Будут Очень Много Смертей И После Этого Будут Очень Много Землетрясений Когда Вы Это Все Увидите Когда Вы Это Все Будете Ошущать Вы Вернитесь К Всевышнему Аллаху Вы Обратитесь Всевышнему Аллаху Упоминайте Всевышнему Аллаху Просите Всевышнего Аллаха Просите У него Прошение В Аллахе Этот Хадис Нас Касается Сегодня Сегодня Мы же Видим Сплошь И рядом Что Происходит Сплошь И рядом Войны Убийства Сплошь И рядом Разные Землетрясения Что Творилось В нашем Братском Государстве Турции Это Все Мы Видим Читаем Хадисы Пророка Салли Аллаху Достоверные Но Не Понимаем Говорили Пророку Салли Аллаху Наши Сердца Прикрыты Скорлупой Туда Не Проходит То Что Ты Говоришь Сегодня Мы Должны Задуматься Братья Неужели Мы Таким Являемся Все То Что Плохое Которое Невозможно Было Представить Нашим Предкам Нашим Предкам Сегодня Происходит Воочи Каждая Неделя Каждая Неделя Прославляется Дагестане Каким-то Случаем Нехорошим Случаем Даже Говорит Очень Неприятно Они Эти Случа Не Происходят С кем-то Там Мы С вами Наши Братья Наши Сестры Наша Религия От нас Требует Не только Соблюдение Религии Самому Сегодня Мы Если Здесь Молимся Совершаем Намаз Исполняемся Требования Аллах Если Мы Не будем Наставлять Тех Людей Которые Слушаются Нас Семья Пусть Будет Дети Родные И так Далее Мы Не спасемся Братья Возьмемся За себя В первую Чуть Не будем Обсуждать Не будем Судьями Для Других Не будем Хорошими Комментаторами Плохими Комментаторами Для других Действий Для других Событий Возьмемся И наставим Свою Семью В первую Очередь Себя Баракаллах Фикум Ваджизакум Аллах Хайран Есть у нас Еще время Пророк Салли Аллах Али Ассалям Тоже В достоверном Хадисе Говорит Саякуну Фи Ахири Заман Когда Приблизится Судный День Появятся Такие Люди Даджалун Кто Такие Даджалун Шарлатаны Люди Которые Берут На себя То Что Они Не заслуживают То есть Некоторые Себя Считают Допустим Ученым Людьми Некоторые Себя Считают Каким-то Специалистом Не зная Об этом Как Раздутый Шарик Ничего Внутри У которых Нет Вот Такие Даджалуны Последователи Даджала Шарлатаны Появятся Пророк Салли Аллах Казабун Которые Обманывают Людей Чтобы Заработать Себе Надунья Разными Уловками Разными Методами Обманывают Вы знаете Братья Сегодня К имамам Спросите Вашего Имама Если Не верите Любого Имама Спросите Сегодня К имамам Приходят Только С двумя Вопросами Первый Вопрос Знаете Какой Первый Вопрос Когда Они Могут Разделить Рубль Между Собой Два Брата Два Друга Которые Дружат 20-30 Лет Когда Между Ними Какой Рубль Мешает Они Не Могут Его Поделить Приходят По Сторонному Человеку То Что Происходит Они Вываливают Унижают Друг Друга Из-за Чего Из-за Рубля Почему Потому Что Изначально Это То Что Они Взяли Сделать Они Не Взяли Сделать По Ислам Как Нужно Обманывая Друг Друга И Второй Вопрос Это Вопрос Развода Вопрос Именно Связанный С семьей Вот Эти Два Вопроса Нас Сегодня Беспокоят И Часто Наши Братья Обращаются К Имам Это Те Люди Которые Именно Чтобы Заполучить Что-то От Людей Чтобы Себе Было Хорошо Обманывают Внимательно Послушайте Этот Момент Молодые Послушайте Рассказыв Из Хадисов Из Хадисов Говорит Которые Вы Вообще Не Слышали Выдуманные Что-то Выдумывай Что-то Там Как-то Произошло Это Как-то Было И Так Далее Нет Основы Нет Основы Но Считает Себя Алимом Яхсабуху Джахил Малам Ялама Шайхан Аля Курси Муамама Говорит Неграмотный Джахил Считает Человека Который Надел На себя Чалму Халат Надел Но Это Не Алим Надо Знать Отличать Людей Когда Мы Обращаемся Религиозным Вопросом Алим Он Знающий Он Или Нет Знающий Он Или Нет Уважаемые Братья Я Еще Раз Вернусь Когда Мы Именно Дунья Вопрос Касательно Мирского Что-то Заработать Что-то 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 Построить Что-то Сделать И Тогда Даже Выбирая Участок Зимний Где Мы Будем Жить Мы Тщательно Выбираем Смотрим Какой Район Как Можно Заработать И так Далее Мы Неделями Думаем Ну Когда Религиозный Вопрос У нас Назревает Посредством Которого Наше Счастье И На Том Свете Мы Не Смотрим Этот Человек Алим Не Алим Чем Он Говорит На Что Он Полагается И так Далее Вот Пророк Салли Аллаху Достоверно Хадис Предупреждал Будут Такие Лжицы Которые Будут Говорить Разную Ерунду Считая Что Этот Хадис Пророка Салли Аллаху Али 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 То Что Вы Не Слышали Ваши Родители Не Слышали Для Каждого Брошенного Найдется Человек Который Подбирает Каждый Человек Который Говорит Что Он Али Выступает Слушающий Тоже Найдется Обязательно Это Закон Природы Но Мы Должны Знать Молодые Мы Должны Знать Хадис Пророка Именно Касатель Нас Которые Сказаны И Именно Брать Знания У тех Людей Которые Именно Говорят Истину Остерегайтесь От них И Остерегайте Их От вас Не Приближайте Их Если Вы Так Будете Вести Себя Они Вас Не Собьют И Также В заблуждении Тоже Вас Не Направят А Если Мы Будем Следовать За Такими Ради Своего Шахвата Ради Своего Желания Ради Сего Они Будут Сбивать Людей С Истинного Пути Получат Разлад Эта Фитна Поэтому Ученые Говорят Что С Каждый Человек Который Фикв Знает Учился Открывал Книги Может Ссылаться На Ученых Имам Навов И так Сказал Имам Хаджир Так Сказал Имам Шафи Так Сказал Хадис Каком-то Комментарии Есть То есть Не Говорит От Себя Что А Именно Полагается На Ученых Ох Как Красиво Бывает Когда Подходишь Задаешь Вопрос Алиму И он Когда Ссылается На Великих Ученых Каждый Знающий Фикви Исламское Право Он Алим Говорит Но Каждый Который Выступает По Интернету Особенно Молодых Касается Красиво Излагает Он Не Алим Говорит Он Не Алим Не Надо Полагаться Своей Религии На Таких Людей Не Зная Его Основ Барак Аллах Фикум Зазакум Аллах Гайран Алхамду Аллах Вассалату Вассаламу Аля Расул Вассаламу Аликум Врахмату Аллах Ва Барак Аллах Аллах Аллах